Традиционные мероприятия в честь Дня Победы алматинцы решили перенести на более поздние сроки. Это и марш памяти, почетный караул у вечного огня и акцию «Никто не забыт, ничто не забыто». Но празднование 75-летия Победы 9 мая все же состоится, хоть и виртуально. В соцсетях люди уже запустили несколько челленджей. Молодежь читает стихи военных лет, выкладывает фото и рассказы фронтовиков. Мы рождены под мирным небом, не знаем мы войны. А нас слышно лишь столько эхот средь мирной тишины. Совсем еще малыши читают серьезные стихи о Победе в Великой Отечественной войне. Казахстанцы подхватывают в сети новый челлендж, на этот раз посвященный Великой Победе. Пандемия и здесь внесла коррективы. 9 мая по улицам не пройдут марши памяти, фронтовики не соберутся в парке, школьники не заступят в почетный караул у Вечного Огня. Но подвиги ветеранов и тружеников тыла не забыты. Молодежь выкладывает в соцсети фотографии, ролики, рассказы о тех, кто воевал за Родину, кто погиб на полях сражений и о тех, кто со слезами на глазах встретил День Победы. Жалко, что в этом году не получится собрать их всех вместе, спеть фронтовые песни, приготовить солдатскую кашу. Ряд мероприятий будет перенесен на позднее время. Например, ежегодная акция «Никто не забыт, ничто не забыто» это по уборке заброшенных могил. Сейчас планируется провести в канун 22 июня начало Великой Отечественной войны. Также в этом году мы 2 сентября отметим 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны. К этой дате тоже сейчас подготовлен план мероприятий. И самое главное, конечно, чтобы эти мероприятия реализовать, в нашей стране должна быть нормальная, стабильная обстановка. Алматинцы предлагают вместо ставшего уже традиционным шествия по центральным улицам города 9 мая зажечь свечи и выставить на подоконниках. Еще один флешмоб в память о победителях. Пользователи поддерживают идею так же, как подхватили акцию по прочтению стихов и записи песен фронтовых лет. Сердца ветеранов тронуты. Чего только стоят строки поэта Матусовского на безымянной высоте в исполнении юных чтецов. Дмитрий Сироще подгоровал, и вместе с ней горел закат. Нас создавалось только трое из 18 ребят. Как много их друзей хороших лежать осталось в темноте у незнакомого поселка на безымянной высоте. К несчастью, не все вернулись с той страшной войны. Многие полегли на полях сражений, многие до сих пор считаются без вести пропавшими. Сколько по миру могил неизвестных солдат. К сожалению, у кого-то мы потеряли уже в мирное время. С каждым годом ветеранов становится меньше. Ни одно имя, ни один подвиг не забыты. Казахстанская молодежь прекрасно понимает, сколько крови было пролито, чтобы будущее поколение жили под мирным небом. И вечная память о Великой Победе, пожалуй, лучшее, что могут дать люди в благодарность тем, кто ценой собственных жизней уберег родину от вражеских снарядов. Владимир Бовкис, Алматы, Хабар, 24.